Всем привет! Я Виктор Стельмах и это мой видеоблог Стельмах про авто. Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. И сегодня у меня на тесте четвертое поколение Renault Megane. Когда я смотрю на четвертое Renault Megane, то я думаю... Нет, я думаю не о французских автомобилях. Я думаю о Volkswagen Golf и я думаю об Opel Astra. Хотя у Renault Megane есть много такого, чего и близко нету. Ни у Volkswagen Golf, ни у Opel Astra. Неправильно говорить, что четвертое Renault Megane догоняет Volkswagen Golf и Opel Astra. Как настоящий французский бульдог, он уже конкретно кусает их за пятки. И если честно, то Volkswagen Golf мне совсем не жалко. Немцы задрали на него цены, за что? Непонятно. ВОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Конечно, французы стремятся делать такие же хорошие автомобили, как и немцы. Хотя я уверен, что многие любители французских авто скажут, что они и так хорошие. Но все равно немецкие автомобили лучше, чтобы там не говорили. Но у нового четвертого Renault Megane остались чисто реношные французские примочки. Например, вот этот подрулевой переключатель управления радио. Конечно, только в Renault такое можно встретить. Вот. Прекрасно. И тут же переключаются программы. При этом управление зеркалами, управление стеклами уже на подлокотнике водительской двери. Я бы сказал, как у всех, а не так, как раньше было в Renault на центральном тоннеле. И гудок теперь тоже, как у всех, а не так, как раньше было в Renault на подрулевом переключателе. Гудок на центральной подушке руля. Из чисто французских вещей здесь осталось... Чаще всего так оно и бывает почему-то во французских автомобилях. Здесь осталось запутанное меню. Оно теперь вынесено на фирменную систему Renault, которая называется Air Link. И тут очень, очень много всего. Очень много всего. Настолько много, что водителю очень трудно в этом всем разобраться. Особенно, когда он за рулем стоит на светофоре. Тут надо копаться, надо разбираться, надо думать и изучать. А времени за рулем обычно на это нет. На ходу, во время движения, пользоваться тач-дисплеем очень неудобно. Палец постоянно попадает не туда. Кроме того, если вот как сейчас у меня включен режим регулировки кондиционера, то я даже не могу под рулевым рычагом переключить радиостанцию. Почему-то все это не работает в таком режиме. Перемудрили тут французы. Перемудрили. Тестовый Renault Megane имеет дизельный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил. И шестиступенчатую коробку передач EDC с двумя сцеплениями. Очень хорошее сочетание. Мне нравится, как едет Renault Megane. Подвеска у него не капризная. Она очень хорошо подходит для наших дорог. Мягко. О, лежачий полицейский. Вот еще один. Мягко проходит все. Вот, вот. Просто прекрасно. Для наших дорог эта подвеска то, что надо. Рулится автомобиль тоже очень хорошо. Оборотов руля от упора до упора у него 2,5. Поэтому маневрировать в городском потоке приятно. Действительно приятно. Машина маленькая. Едет бодро. В Renault Megane, как говорится, не по чину. Точно такое же, как в самой крутой версии Renault Espace под названием Initiale Paris. Подсветка дверей светодиодная. И подсветка не только дверей, но еще и подсветка центрального тоннеля. Причем, в зависимости от того, в каком режиме вы едете, эта подсветка меняет свет. А режима въезды в новом Renault Megane H5. Это спортивный, комфортный, особый, это индивидуальные настройки, нейтральный и экологичный. В зависимости от того, какой режим вы выбираете, меняется подсветка салона и меняется картинка на приборной панели. Вот как это происходит. Сейчас у меня комфортный режим. Вот такой спортивный режим. Вот такой особый режим. Так выглядит нейтральный режим. И так выглядит экологичный режим. Кстати, обратите внимание, вот здесь, в уголке, вот он. Такой листик, а точнее веточка. Так вот, чем экономичнее вы едете, тем больше листиков вырастает на этой веточке. Хотя количество их ограничено пятью. Всего пять листиков. Это самый экономичный режим езды. А вот как меняются картинки, когда вы меняете режимы езды на системе Air Link. Вот сейчас экологичный. Вот так вот выглядит нейтральный. Особый. Спортивный. Комфортный. Все практически так же, как на Renault Espas. И точно так же, как на Renault Espas, тут есть функция массажа сидений. Причем массажей несколько. Выставляется, вот если их включить, есть массаж Relax, есть массаж Tonic, есть массаж поясница. И у всех этих массажей регулируется интенсивность. Я вот включил массаж поясница и чувствую, как сидение у меня под поясницей заходило ходуном, делает мне массаж. Да, чуть не забыл. В новом Renault Megane такая же красивая, как в Renault Espas, ключ-карта под названием Свободные руки. Она просто лежит в кармане. Вы подходите к машине, машина вас узнает и двери открываются. А когда вы уходите из машины и отходите от нее на пару метров, она сама запирается и при этом складываются зеркала. В Renault Megane сделан отличный держатель для стаканов, который регулируется. И сюда можно поставить стаканы разной формы и разного объема. Очень удобно в дороге. Еще в новом Renault Megane есть система автоматической парковки. Вот эта кнопочка, когда вы едете по парковке, нажимаете на нее. Вот здесь на экране вы можете выбрать режим парковки, который вам нужен. Тогда автомобиль сам заедет на парковку. С вашей помощью, конечно. Но практически сам. Вот как работает камера заднего вида. Очень хорошо и удобно парковаться. Новый Renault Megane стал почти на 6 сантиметров длиннее и почти на 3 сантиметра у него стала колесная база. Можно было бы предположить, что места на заднем сидении очень много. Мы сейчас это проверим. Вот я сажусь сам за собой. И что? И упираюсь коленями в спинку водительского кресла. Куда же делись 3 сантиметра? А потерянные 3 сантиметра у нас вот здесь, в багажнике. Он стал больше на целых 12 литров. И теперь объем багажника Renault Megane 384 литра. Что совсем неплохо для хэтчбека С-класса. За рулем Renault Megane получаешь удовольствие от езды. Это не преувеличение. Так оно и есть. Для тех, кто не хочет каких-то зажигательных стартов, для тех, кому нужно просто, комфортно и приятно ездить, Renault Megane подойдет. Ну а теперь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Система старт-стоп в новом Renault Megane, конечно же, экономит топливо. И у меня за время теста средний расход получился всего-навсего 5,5 литров дизеля. Это хороший показатель по городу. Но она засыпает на светофорах. Поэтому, когда загорается зеленый свет, все водители сзади нервничают и начинают мне сигналить. А я какое-то мгновение не могу сдвинуться с места, пока не проснется мотор. И это раздражает даже больше, чем сложное меню на дисплее Air Link. Режимы езды можно включить не только с центрального дисплея, но и вот этой вот кнопочкой. Правда, почему-то, когда нажимаешь на эту кнопочку для того, чтобы выбрать режим езды, автоматически включается массаж кресел. Непонятно почему. Конечно, в новом четвертом Renault Megane не все идеально. Вот спереди, например, пластик мягкий, очень приятный, качественный. А сзади, точно так же, как и в Opel Astra, и во многих хэтчбэках C-класса, пластик жесткий. Renault Megane стал на 2,5 см ниже. Поэтому, если у вас рост больше, чем 1,85 см, то вам будет неудобно всадиться в салон. Во всяком случае, я со своим ростом 1,85 см постоянно цепляю головой за проем двери. Шестиступенчатая коробка передач EDC с двумя сцеплениями, между прочим, могла бы переключать передачи немножко быстрее. Разгон до сотни у нового Renault Megane 11,2 секунды. По ощущениям, кажется, что он даже ездит быстрее. Но, когда вы начинаете набирать скорость, вы чувствуете, что коробка передач с двумя сцеплениями все-таки немножко запаздывает с переключениями. Хотелось бы чуть быстрее, даже в спортивном режиме. Если подвести итог, можно сказать, что французы стали делать почти немецкие автомобили. И снабжают их такими функциями, которых в некоторых немецких автомобилях просто нет. В некоторых немецких автомобилях этого класса просто нет. И в отличие от того же Volkswagen, французы не задирают цену на свои машины. Поэтому тем, кому нравится Renault, новый Megane тоже понравится. И это неплохое предложение. Где еще в C-классе вы найдете автомобиль, который в полном фарше, правда без кожи, а только с кожаной оторочкой сидений, стоит меньше 22 тысяч евро, а в нем есть массаж, светодиодные фонари, светодиодная подсветка салона и даже автоматический помощник парковки. Французы молодцы! Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу Стель Магдас Авто на Радио Вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!